Больше недели максимальных нагрузок. Во время сильных морозов системы теплоснабжения Алтайского края работали на полную мощность. Аварий не было. Тем не менее, жители жаловались на прохладу в домах, признают в СГК. Но причина, заверяют специалисты, далеко не всегда в работе с сетевой компанией. Половина, можно смело сказать, была связана с тем, что либо не промыты системы, либо было вмешательство в конструкцию внутридомовых систем, замена радиаторов, трубопроводов, переходы на пластиковые трубы. За последние годы в СГК отмечают приятную тенденцию. Если в 2020-м произошло 128 аварий, в 2023-м на треть меньше – 94. И они сопровождались с отключением ресурса не более чем на 6 часов. В текущем году в теплоснабжение края вложили 8,5 миллиардов рублей. В 2022-м и 2023-м годах поменяли 34 километра или 58% наиболее критичных аварийных участков теплосетей. В следующем году бюджет ремонтной инвестиционной программы на теплосетях составит 3,5 миллиарда рублей. В СГК назвали самые крупные участки ремонтных работ. Два участка по северо-западной, проспект Космонавтов. Запланировано перекладкой по истинной пересечению проспекта Ленина в улице Партизанской. Ну и большая работа предстоит по переходу через проспект Краснодарский в районе улицы Песчаной. В этом году СГК провела реконструкцию семи локальных котельных. Пять угольных теплоисточников переведены на природный газ. Еще на двух заменено изношенное оборудование на современное газовое. В компании отмечают, что в Барнауле завершается основной инвестцикл по замене теплосети, начавшейся в 2019-м. На ремонт теплостанции в следующем году заложили 2 миллиарда 850 миллионов рублей. Он затронет 28 котлов, 15 генераторов и столько же турбоагрегатов. В основном будут менять поверхности нагрева, а главными объектами станут следующие. Также в компании подчеркнули, что из 50 км сетей без изоляции в Барнауле половину заизолируют в уходящем году. А к будущим морозам устранят дефекты, выявленные первыми холодами, и организуют дополнительные каналы для приема сообщений от потребителей для более быстрого реагирования. Анастасия Дороган, День с толком.